Игра «Что, где, когда» состоялась в районном центре культуры. Организаторами мероприятия стали отдел идеологической работы по делам молодёжи Сморгонского райисполкома и районный центр творчества детей и молодёжи. Съёмочной группе ОКС-ТВ удалось понаблюдать за интеллектуальными баталиями. Интеллектуальный турнир собрал знатоков из учреждений образования, организаций и предприятий района. В игре приняли участие 14 команд. Всех участников поприветствовала начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова. Она пожелала достойной игры, хороших вопросов и победы лучшей команде. Создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала знатоков – основная цель мероприятия, рассказали организаторы. Ведь у участников есть уникальная возможность не просто встретиться, поговорить, поделиться новостями, но и сразиться за звание сильнейшей команды, показать своё игровое мастерство. Чему-то конкретному мы не посвящали этот турнир. Он будет на общее знание. В общем-то, вопросы мы подбирали такие, на которые каждый знает ответ. Только до него нужно додуматься, нужно к нему прийти, нужно как-то его вычислить. Раньше мы проводили такие турниры у нас в районе, но уже несколько лет, к сожалению, по известным причинам не проводим. Надеюсь, что это будет регулярно теперь. И сегодняшний турнир, во-первых, заинтересует людей, потому что это всегда заряжает и увлекает людей такого рода деятельность. Поэтому будет очень интересно. Интеллектуальные турниры важны, нужны, тем более, что их не так много. И считается, что это такой элитный вид деятельности. И некоторые пугаются именно этого. Но пугаться не надо, потому что девиз интеллектуалов нам нужны не умные, а сообразительные. Турнир состоял из трёх игр. Медиа-азбука, своя игра и что, где, когда. Отвечая на вопросы, участники демонстрировали знания в истории, географии, литературе, живописи. А иногда им приходилось полагаться только на интуицию и игровой опыт. Что, где, когда – игра, которая знакома с детства. На ней выросло не одно поколение. Однако интерес к ней не исчез и сегодня. Среди специалистов учреждений и организаций района большой популярностью пользуется интеллектуальное движение. Поэтому недостатка в игроках нет. Мы играем давно, мы играем с удовольствием и мы счастливы. И спасибо всем, кто организовал этот турнир. Как готовимся? Живём, учимся, читаем. Когда готовишь занятия для детей, для детских групп и что, где, когда. Соответственно, переворачиваешь кучу вопросов, находишь интересные, находишь такие, которые их зацепят, которые соответствуют их уровню знаний. Ну и свой заодно повышаешь. Наша команда называется «36 и 6». В команду входят как и бывалые участники таких мероприятий, так и новички. Мы любим активный отдых, любим интересный интеллектуальный отдых. Хотим попробовать себя, посмотреть и ценить силу других команд. Поэтому получились удовольствия, пришли от игры. Конечно же, это очень необходимо и важно для нашего города, для сплочения коллективов, для поддержания отношений и в команде, и в коллективе. То есть, конечно же, нужно поддерживать интеллектуальное развитие. Команда у нас абсолютно новая. Ни разу мы в таком составе не играли. Попробовали объединить юность и мудрость. Все участники нашей команды играют в интеллектуальные игры. И есть педагоги, которые готовят ребят к играм в различных интеллектуальных турнирах нашего района. Это очень здорово, очень интересно. И детям, и взрослым помогает развиваться. Коллектив – это всегда объединение людей. И каждый человек, если сам по себе развивается, он улучшает и дает рост всему коллективу. Поэтому я приветствую только такие возможности развиваться. И надеюсь, что мы в таком составе поиграем еще не раз. Интеллектуальная игра – это шанс для каждой команды проявить эрудицию и логику мышления. Командный дух, исплоченность, умение и желание слышать не только себя, но и друг друга. Победу в турнире одержала отличная команда средней школы номер 7. На втором месте – культпросвет районного центра культуры. Третье место заняли команды «Ума палата номер 6» из шестой школы и силикатчик «Сморгонь силиката бетона». Все участники турнира награждены дипломами. Победители получили памятные подарки.